МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Андрей Владимирович, вот какова цель проекта? Ну, основная цель, естественно, это обеспечение безопасности граждан нашего города. Она поможет как выявлять преступления, так же уже и раскрывать преступления, которые уже были совершены ранее. Ну и в дальнейшем также эта программа предусматривает оказание помощи нашему жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству. Вот Серпухов единственный город на юге Подмосковья, где так серьезно подошли к вопросам безопасности. Ну, вы знаете, вообще этот проект контролируется полностью правительством Московской области, потому что оно осуществляется по всей Московской области, не только в городе Серпухове. Но министр правительства Московской области по безопасности и противодействию коррупции, Каратаев Роман Александрович, непосредственно контролирует данный проект. Ну и глава города, вы знаете, это один из основных вопросов, который стоит у него на контроле постоянно. Ну вот, насколько мне известно, ни в Протвино, ни в Пущино, в соседних наукоградах такого масштабного проекта нет. Может быть, там нам сотрудник полиции скажет, есть там такие подобные вещи? На сегодняшний момент таких там проектов нет. Они планируются в будущем, соответственно, это менее значимые города. Сейчас проекты реализуются в городах, где население свыше 100 тысяч. Безусловно, на юге Подмосковья, наверное, Серпухов, это вот где самый этот проект... Такой ключевой город. Ключевой город, да, и в полном объеме реализуется на первоначальном этапе. Андрей Владимирович, сколько камер будет установлено в рамках программы «Безопасный регион» Серпухове? Всего в этом году запланировано, как бы у нас получается, один по местному бюджету и по областному. По областному бюджету у нас будет установлено 108 камер вместо массового пребывания людей, и по местному бюджету это социальные объекты. Там будет установлено 170 камер. На сегодняшний момент у нас уже установлено 210 камер. 201 камера, она уже полностью можно им пользоваться. И ими пользуются? Уже пользуются, да. Как вы контролируете, вот кто осуществляет контроль за выполнение работ подрядчикам? Ну, во-первых, само по себе та программа, которая «Безопасный регион», она предусматривает самоконтроль. То есть уже в правительстве, в ГУРБ, там контролируется самой программа, сколько камер работает, и как они работают, и их качество. А у нас в городе создана группа, в которую вошли сотрудники администрации, и сотрудники УВД, ФСБ и МЧС. И они на постоянной основе осуществляют контроль за процессом установки данных камер. А каждую пятницу проходит в рамках видеоконференции уже руководство правительства Московской области осуществляет также контроль за данным проектом. Вот насколько известно, Андрей Владимирович, городу существенно удалось сэкономить бюджетные деньги при заключении контракта с подрядчиком. Именно то, что касается муниципальной составляющей «Безопасного региона». Да, это действительно так. Хотелось бы отметить то, что у нас планировалось чуть больше 19 миллионов, а в результате снижения получилось то, что муниципалитет сэкономил 12 400. Это существенная цифра. Да, и это никак не сказывается на качество. Самое главное, вот разговариваете с подрядчиком, регулярно встречаетесь. Успевают ли в срок? И вот сказать, до какого числа нужно все установить и подключить? Да, у нас требование, чтобы до 1 сентября уже проект полностью заработал. Как я уже озвучил, на сегодняшний момент у нас 210 камер уже полностью смонтированы. Работы проводятся каждый день. И я думаю, что это даже мы закончим чуть раньше. Мы идем с опережением как по областному, так и по нашему, по муниципалитету. Спасибо. Вот, наверное, теперь непосредственно о преимуществах нового проекта «Безопасный регион». Александр Николаевич, вот первое, хотелось бы коснуться качества картинки. Ведь раньше на некоторых видеокамерах и невозможно было разглядеть даже номера машин. И не говоря уже о лицах предполагаемых правонарушителей, оценили уже? Оценили, безусловно. Данная программа, это действительно, она существенно отличается от предыдущих программ. Сейчас уже видеокамеры цифровые, последние модели. Соответственно, сейчас по видеоизображению мы можем установить конкретное лицо конкретного человека, распечатать фотографию, да, если необходимо, вручить это патрульно-постовым нарядам сотрудников оперативных подразделений. Лицо отождествляется полностью. Какие еще преимущества с точки зрения полицейского? Преимущества архивации информации, да, мы можем пользоваться архивом. Архив достаточно продолжительное время хранится на определенных серверах и так далее. У нас есть свободный доступ в любое время. Вот как работает новая программа? Наверняка уже полицейские не раз воспользовались ее преимуществами. Можно привести несколько случаев, когда удалось по горячим следам или просто удалось вовремя раскрыть преступление? Конечно. Благодаря системе только за последние несколько месяцев мы раскрыли пять преступлений. Это пресечено свыше ста административных правонарушений. Да, это и распитие спиртных напитков, и появление в общественных местах состояния пьянения и так далее. Когда у нас сотрудник в режиме реального времени смотрит по видеонаблюдению и видит правонарушения, соответственно, ориентируются на ряды, приезжают, составляют протоколы. Также можно отнести вот к последним, если преступлением, это кража личного имущества граждан. Совершена она на сумму более 30 тысяч рублей. При первоначальном выезде на место происшествия сотрудников полиции явно очевидным преступлением не являлось. Да, очевидцев и свидетелей не было. Однако при просмотре видеозаписи лица были установлены. Бесспорно, помогает нам это установлением машин, номерные знаки и так далее. А сотрудникам ГАИ это как? Тоже будет помогать в определенных ситуациях? Конечно, мы в перспективе планируем вывести в дежурную часть ГИБДД. Соответственно, и на сегодняшний момент тоже сотрудники ГАИ используют ее в полном объеме, просматривают, если где-то свершено ДТП. Скорное ДТП, наезд на пешехода или стоянка в неположенном месте. Безусловно, конечно, все эти, да. Вплоть до того, что даже какие будут совершаться правонарушения, если сотрудник онлайн увидит правонарушение, будет ориентироваться на ряд ДПС и реагировать. Мы не будем раскрывать, конечно, все профессиональные секреты работы этой системы. Но вот скажите, Александр Николаевич, это правда, что на дежурной части УВД он может в режиме онлайн отсматривать серпухов как на ладони? Это так? Да, конечно. Конечно. Мало того, что 280 видеокамер, это достаточно серьезный объем для города. Это почти весь город у нас закрыт. Особенно это криминогенные места, да. Мы согласовывали совместно с администрацией, с ФСБ места установки. Они не просто стихийно расположены на территории города. Они расположены с учетом нашего анализа, да, где наиболее вероятно совершение преступления. И, безусловно, дежурный может в онлайн-режиме просматривать видеоизображение. То есть, собирается компания маргиналов, начинают распивать. Это сразу видно, и туда выезжает наряд полиции. Да, конечно. Здорово. Вот, Андрей Владимирович, архивация, вопрос уже решен, то, что будет долгое время храниться на серверах? Да, конечно. Это сама подразумевает сама программа. Это хранится у нас в ГУРБ, в правительстве. А мы пользуемся уже этим архивом через определенный алгоритм, который может и полиция, и также мы. Но, я так понимаю, пользоваться архивом могут только сотрудники определенные, кто имеет на это право. Просто так человек туда не зайдет. Или по решению суда? Ну, конечно. Нет, они установлены в общественных местах, соответственно, и по архиву мы пользуемся. Но сотрудник мы же не просто пользуемся, да, если у нас есть основания. Прислужебные необходимости. Да, служебные необходимости, уголовные дела, материал проверки и так далее. Вот такой вопрос. Дублируется ли сигнал? Потому что, насколько я помню, город планировал решить вопрос о том, что сигнал будет дублироваться не только в дежурную часть межмуниципального управления МВД, но еще и в городскую диспетчерскую службу. Да, у нас на сегодняшний момент, как вы правильно говорите, установлено рабочее место в ОВД, в дежурную часть. Планируется установка также в ГИБДД в дальнейшем, как полностью заработает уже этот весь проект. А на сегодняшний момент также это в ЕДДС у нас, в единой дежурной службе, где 112, он тоже работает. И на сегодняшний момент, как я в самом начале немножко об этом говорил, о том, что планируется использовать это не только в рамках безопасности, но также и для улучшения работы и контроля ЖКХ и благоустройства. То есть в перспективе даже отслеживать, проехала или нет уборочная техника зимой? Ну, вообще в общем. В общем, нет, ну я просто говорю. Да, конечно. В городе не так давно уже была создана своя внутренняя система безопасной серпуха. Вот как-то вы смогли скооперироваться, решить этот вопрос? Подключили ли ее? Да, вы знаете, мы совместно в рамках рабочей группы, совместно с ООД, совместно с ВСБ и с МЧС по поручению главы города проработали данный вопрос. И на сегодняшний момент провели тестирование, и это действительно возможно. Сейчас уже она работает в тестовом режиме, вот сейчас мы получаем разрешение от ГУРБ, и это уже будет уже не в тестовом, а уже будет на постоянной основе. У нас прибавится к общему 38 камер, имеется в виду тех, которых установлено, потому что их всего 43 на сегодняшний момент, а 38, которые установлены на территории серпуха. То есть все основные, самые сложные части города будут перекрыты? Ну, плюс к тому, которые мы определили местом массового совместно в рабочей группе, плюс еще 38 камер. Я думаю, что это значительная помощь будет ко всему и к общей программе. Вот, Александр Николаевич, с вашей точки зрения, как вот общаетесь с сотрудниками ГАИ, часто вот с помощью этих видеокамер удается решить спорные вопросы при ДТП, при разборе? Ну, при всех обращениях граждан или инспектор, действительно, когда сложные ситуации, когда невозможно на месте без какого-то иного доказательства разобраться, во всех стопроцентных случаях видеонаблюдение помогает и решает стопроцентно возникающие вопросы. Да, будьте светофорные какие-то, будьте там выезд за полосу, на полосу встречного движения и иные там какие-то правонарушения. Это стопроцентное доказательство. Мало того, что в соответствии с законом у нас вот буквально с июня месяца это является доказательством. А вот такой вопрос. Не лишним, наверное, будет узнать любителям погонять по городу или устроить так называемые дрифты. Вот несколько лет назад это имело место, но потом вот совместными усилиями администрации, сотрудниками полиции на порядок навели. Если сейчас у молодых людей будет желание покрутить пятаки, это будет зафиксировано с помощью? Конечно, конечно. Все основные улицы, участки дорог, да, это Ворошилово, там, Советская, они у нас перекрыты. Безусловно, все это будет как на ладони в дежурной части и оперативно отреагируют на ряды. Здорово. Андрей Владимирович, насколько известно, программа «Безопасный регион» не остановится на социальных объектах, на объектах культурного там значения, но еще и на перспективу работы с торговыми объектами, с крупными. Вот есть несколько слов об этом. Да, конечно. В дальнейшем программа «Безопасный регион» она вообще войдет в систему, в общую, в безопасный город. Это одно из как бы подсистем безопасного города. В связи с этим «Безопасный регион» он будет постоянно развиваться. На сегодняшний момент у нас пока только места массового пребывания людей и соцобъекты. Следующее, вот уже сейчас, мы проработали вопрос с торговыми объектами, потому что это тоже относится к местам массового пребывания людей. Вот совсем недавно глава города провел совещание с руководителем данных торговых объектов. И вы знаете, в большинстве случаев достигнуто положительное понимание от руководства этих торговых объектов. И сейчас уже найдены определенные компромиссы, потому что это все-таки проект будет делаться за бюджет самих торговых объектов. И сейчас это уже вовсю началось как бы реализовываться. Ну вот, наверное, нам, Александр Николаевич, добавит, вот на объектах торговли установлена внутренняя и внешняя видеокамера. Я так понимаю, это прежде всего даже не только безопасность объектов торговли, но и самих покупателей, самих посетителей. Конечно, безусловно, это в первую очередь безопасность покупателей. Это нам существенное подспорье оказывает в работе именно полиция. При совершении краж личного имущества граждан, краж каких-то в магазинах, на прилегающие территории, на ближайших парковках. Вот Андрей Викторович сказал, Владимир Викторович сказал, что мы буквально на прошлой неделе согласовали 10 видеокамер по торговым объектам дополнительно. Это видеокамеры не самих торговых целей, а которые будут установлены на прилегающие территории, которые нам позволят контролировать именно прилегающую к ним территорию, в том числе автотранспорт. Кража из автомобиля. Кража из автомобиля, да, что позволит нам это исключить, безусловно. Спасибо большое. И на этом наша встреча сегодня завершается. Сегодня гостями студии были заместитель главы администрации города Серпухова Андрей Владимирович Севрюгин и начальник отделения охраны общественного порядка межмуниципального управления МВД России Серпуховская Александр Николаевич Паршиков. Спасибо большое за интересную беседу и до новых встреч. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова